Доброго времени суток, друзья мои, с вами Владислав, а это пачка лайфхаков Адивижн, а именно такие вот фишки, которые, ну, не сразу бросаются в глаза, некоторые вообще неизвестны, а некоторые непонятны, так как о них не рассказывают, а также есть одна очень крутая механика, которая перекочевала нам из первой части, которая позволяет буквально стрелять у врага, не получая урон в ответ. А также есть механика бессмертия, ну, в кавычках, бессмертие вас убивают, а вы воскрешаетесь Акифеникс. Это видео, в первую очередь, предназначено для новичков, хотя и старички Дивижн 2 найдут для себя тут кучу полезной информации, ведь если вы не играли в Дивижн 1, ну, или играли, но, знаете, так в свое удовольствие, то вот в данном ролике я расскажу вам одну страшную-страшную тайну, благодаря, к примеру, в которой я, ну, благодаря тайне, благодаря которой я, к примеру, первый Дивижн проходил максимальную сложность героек, ну, вот буквально вот так вот по щелчку, да и тут тоже, в принципе, не напрягаюсь. И все это прямо сейчас для вас. Но заранее хочу попросить поставить вас палец сверху, если вам все это интересно, или палец вниз, если вам не интересно. Не сейчас, нет, а когда посчитаете нужно. Ведь ваши лайки и ваши дизлайки крайне важны. Они дают мне понять, правильно я что-то делаю или неправильно. Они дают мне возможность направить мое русло. Нет, подожди, мое русло. Какое уже по моему руслу? Мой поток. Короче, мысль они мне дают возможность направить куда надо. И нет, я это не буду вырезать, ну хоть поржете. Короче, ставь лайк, чтобы стример направил свое русло куда надо. А мы переходим к ролику. Поехали. Первый, пожалуй, самый незамысловатый пример это ули модификации реаниматора. И вот тут очень интересно. Не все просто обратят внимание на то, что ули модификации реаниматора может срабатывать и после вашей смерти. Ну, то есть, поясню. Вы идете в соло или в отряде и вас убивают. Вы падаете на колени, а может быть даже падаете просто в дрова, в дрызг, в дрободан. И ули реаниматор после этого срабатывает и поднимает вашу брянную тушку с пола и вы можете продолжать сражаться. При этом вы получаете временный небольшой дебаф буквально на пару секунд, который резко снижает входящий урон по вам. Единственное но. Во-первых, не работает в обычной темной зоне и не работает в PvP режиме, так как там немножечко все по-другому. Но вот в PvE в свободном мире работает прекрасно. И также на донжоне. При этом, если ули реаниматор срабатывает на вас, то он тратит весь заряд. А вот если он срабатывает на кого-то из сопартицев, то он тратит только один заряд. Поэтому улим реаниматором вы можете поднять всех трех сопартицев, а потом себя. Вещь очень полезная и крайне незаменимая в команде. Поэтому рекомендую. Ну, если вы вдруг не знали. Следующая фишка связана с оптическим прицелом. Если вы обратите внимание, то у нас все оптические прицелы, когда вы начинаете целиться, вас начинают переводить в зум. И как ни крути, и это очень неудобно порой бывает, особенно в ближнем бою. Хотя бонус от оптического прицела очень даже существенный. От 30 до 45 процентов урона в голову. И это просто за то, что у вас стоит прицел, который позволяет вам отлично стрелять на среднюю дальнюю дистанцию. А что если вы хотите использовать его вблизи? Вот тут нам поможет щит-крестоносец. Правда, эта фишка работает с винтовками, штурмовыми винтовками, пистолет-пулеметами и пистолетами. Правда, как вы прикрутите к пистолету 12-кратный прицел, я не представляю, но работает и с этим. Фишка в том, что когда вы ставите оптический прицел на винтовку, штурмовую винтовку или пистолет-пулемет, и включаете щит-крестоносец, вы не переходите в зум, когда целитесь. А прицел работает и прекрасно дает вам бонус урона в голову. В следствии этого, к примеру, в пвп, пока у вас работает дефлекторный щит вблизи, ваш урон будет от 30 до 45 процентов больше в голову, чем у вашего противника. Что делает вас крайне эффективным. Правда, есть проблема. Щит-крестоносец крайне трухлявенький и разваливается довольно быстро, поэтому долгосрочную игру именно от такого билда рассчитывать бессмысленно. Обычно щит-крестоносец, если играют так, используют вместе с дроном, который рассеивает летящие пули в игрока. Но фича крайне полезная и работает как в ПВЕ, так и в ПВП. Следующий лайфхак, ну или полезная фича. Когда вам встречается толстый боец с пулеметом-миниганом, у него существует две уязвимых точки. Первая — это на рюкзаке сзади. Она дает ему реген ХП, когда вы снимаете ему броню, если перестаете стрелять. Второе — это его пулеметная лента. И вот если вышибить ему пулеметную ленту, то он начнет ее заряжать и станет открытым и абсолютно беззащитным. Поэтому, когда вы встречаете такого дядьку, не пугайтесь. Просто сломайте ему ленту, которая находится в районе пулемета, куда я, собственно, стреляю. Ее прекрасно видно. Ну а красную штуку все-таки лучше сломать, чтобы он не хилился. Потому что, по факту, это здоровенный сегмент под названием Ули Хиллер. Вот такая вот приятная фича. Ну а следующий пример, друзья мои, очень интересный. Это механика стрельбы Дивижн. Поясню. Боты стреляют ровно посередине вашего персонажа. То есть они стреляют в ваш геометрический центр. Ну не геометрический, а в центр, вот по центральной линии. В голову, в тело, неважно. Именно в центр. И если они не видят этого центра, то есть в ваш середину персонажа, они в вас не стреляют. Теперь обратите внимание, как я веду бой. Я специально из-за угла высовываю только оружие, слегка превысовывая персонажа. Это надо научиться. Это работает очень просто, и когда вы поймете механику, все очень просто. Кстати, переключение с плеча, с одного на другого, это на кнопочку ШИП. Так вот, обратите внимание, боты в меня вообще не стреляют, потому что они не видят моего центра персонажа. Вследствие чего, они не могут меня стрелять. В то же время, я высовываю ствол. На примере, вот, к примеру, этого пулеметчика, который меня так ни разу не выстрелил. Я высовываю ствол, имею возможность наносить им хороший урон. Поучитесь, попробуйте подойти к укрытию, не прилипать к нему, а просто подойти в упор и высунуть ствол. Именно самим персонажем потренируйтесь, и вы поймете, что это работает офигенно круто. Я понимаю, звучит, может быть, немножко странно, поэтому я именно записываю. Видите, как я действую? Я не высовываюсь, я не прижимаюсь. Я лишь слегка выставляю оружие, потому что мне надо стрелять оружием. Мне не надо стрелять персонажем. Стреляет мое оружие, не мой персонаж. Соответственно, высунув оружие, боты не могут меня стрелять, потому что они не видят меня, они видят мое оружие. Но обычный бы игрок выстрелил бы вам в ствол, но боты глупые. Спасибо за просмотр, друзья мои. Надеюсь, данный ролик был вам полезен и понравился. Также буду рад, если вы поставите лайк, если вам было по душе или дизлайк, если вы нашли где-то какую-то огреху. Но тогда просьба, пожалуйста, написать в комментариях, что же вам не понравилось. Ну а также, если вы знаете какие-то уникальные фишки, поделитесь ими в комментарии, ведь это будет полезно для всех, да и стример тоже что-нибудь подчеркнет от вас. Спасибо за просмотр. С вами был, собственно говоря, я, со мной были вы. Увидимся с вами на пачке трансляции от видео. Все, до скорых встреч, пока-пока.